МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГАИ призывает менять шины, не дожидаясь 1 декабря. Почему? А также ядерная держава. День памяти и оскверненная выставка. Вандалы испортили экспозицию, посвященную Великой Победе. Что им грозит? В Беларуси выздоровели выписаны 91 353 пациента с COVID-19. Зафиксированы 107 262 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 707 573 исследования. Такие данные приводит Минздрав. Коронавирус в топе новостей по всей планете. Заболеваемость COVID-19 день за днем фиксирует рекорды. Медики не перестают бить тревогу и напоминать о профилактике. Дистанция, масочный режим и обработка рук. Казалось бы, простые, но такие важные правила безопасности. Тем более, средствами защиты страна обеспечена на все 100, а то и 200. Антисептики и защитные повязки предлагают буквально на каждом шагу. В аптеках сейчас в наличии имеется достаточно широкий ассортимент масок. Масок, масок-повязок, как многоразовых, изготовленных из марли, так и из материала тканевого, который можно в дальнейшем использовать, либо одноразовые маски. Цены варьируются от 80 копеек до рубль 70, приемлемые для каждого покупателя. Также в наличии в бесперебойном количестве всегда имеются антисептические средства. Это разных объемов, от 100 мл до литра, такие как септоцит, такие как моносептол, алмадез. Масочный режим в Бобруйске действует еще с первой волны. Если официально, то с 19 июня. Это значит, что при посещении общественных мест горожане обязаны быть в защитных повязках. Сюда относятся магазины, аптеки, банки, кафе, учреждения образования и здравоохранения, автобусы, троллейбусы и другие места, где невозможно обеспечить социальную дистанцию. Если анализировать цифры в целом по республике и по городу Бобруйск в том числе, то мы наблюдаем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. И рост отмечается выше, чем в первую волну. То же самое касается и заболеваемости пневмониями. То есть мы видим, что сейчас отмечается довольно серьезный рост. И связано это опять же с тем, что люди практически не используют средства индивидуальной защиты. Обратите внимание на использование тех же масок в общественном транспорте. Потому что, к сожалению, если в первую волну у нас было и количество людей, которые передвигались общественным транспортом меньше, то использование масок практически 100%. То сейчас, к сожалению, тенденция совсем другая. И люди просто их не используют. Опять же, если человек заболевший будет ехать, то он сможет раздражить нескольких человек. Чихнул, кашлянул. То есть место, в принципе, замкнутое пространство. И поэтому заболеть он может очень быстро. То есть и передать эту инфекцию. Для молодых людей эта инфекция может пройти и в легкой форме, бессимптомной. Либо с какими-то минимальными, так сказать, последствиями. Но этот человек, если он заболел, он может передать эту инфекцию более пожилому человеку, для которых заболевание может закончиться летально. Первоначально Всемирная организация здравоохранения сделала заявление о том, что маски положено носить именно больному человеку. Сейчас тактика изменилась. Повязки необходимы как здоровым, так и инфицированным. Впрочем, далеко не все горожане осознают значимость профилактики. В маске не каждый. В общественных местах нет, я не ношу. А почему? Ну и вообще, как говорят, что маску нужно носить только больным людям. Ношу маску обязательно. Я сама медреботик, поэтому я считаю, что она необходима. Почему вы носите маску? Ну, чтобы сама обеспечить свое состояние здоровья хорошее. И чтобы остальные от меня мало ли, я не знаю, в каком состоянии я. Я считаю, что оберегает, особенно в контакте, в магазинах. Не считаю это защитой. Не считаете? Нет. А почему такие выводы? Потому что какой микроб и какая дырка в маске. Ситуация защиты персонала противоположная. Буквально все сотрудники торговых центров в перчатках и масках. Эпидемиологи ужесточили контроль. Только за две недели в целях профилактики COVID-19 проверено 214 объектов города. Нарушения зафиксированы в 85 местах. Выдано 11 рекомендаций и 19 предписаний. А также 45 требований о приостановлении деятельности запрете реализации товаров и услуг. Между тем, стоит помнить, борьба с коронавирусом – общая цель. Мария Бересневич, Анастасия Шевцова, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Погостил в Бобруйском районе мужчина избил знакомого из-за двух кустов марихуаны. По предварительной информации, в конце октября 45-летний потерпевший находился в деревне у своего знакомого. 24-летний обобручанина в дачном доме его родителей. Вечером между ними возник конфликт. Гой залез на крышу при стройке к дому, проломил несколько листов шифера и взял два куста марихуаны, которые сушились на чердаке, за что получил удар и упал с крыши. Состояние здоровья 45-летнего мужчины значительно ухудшилось через пару дней, и он оказался в больнице, где находится сейчас в бессознательном состоянии. В ходе осмотра на территории дачного домовладения было обнаружено и изъято особо наркотическое средство марихуана общим весом более 8 килограмм, принадлежащее Бобруйчанину. Он рассказал, что коноплю он собрал на поле, высушил и хранил на даче для себя. Следственный комитет возбудил два уголовных дела за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения и незаконный оборот наркотиков. В продолжении темы в Бобруйске содержаны подозреваемые в жестоком убийстве. Около часа ночи 4 ноября на номер 102 поступило сообщение о том, что вблизи железной дороги на улице Рабочий обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Эксперты установили, 35-летний местный житель скончался от многочисленных телесных повреждений, травм головы, грудной клетки и переломов. В этот же день Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь убийства. 5 ноября сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска УВД Бобруйского горосполкома при поддержке сотрудников ОМОН УВД были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались ранее судимый 27-летний житель Глузского района и 18-летний житель города Бобруйска. Оба не работающие. Предварительно установлено, что причиной жестокой расправы стали старые конфликты и обиды. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и признали их подозреваемыми в убийстве. Задержанная находится в ВВС. Чек за октябрь, номинант на «Оскар» и такси под контролем. Транспортная инспекция начала масштабную проверку. В чем причина? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Около 40% всей потребности страны будет обеспечено с учетом ввода двух энергоблоков «Белаяц». Это как жилой фонд, так и реальный сектор. Первый энергоблок заработает на стопроцентную мощность уже в первом квартале 2021 года, а второй – в мае 2022 года. Это позволит значительно снизить объемы потребления природного газа и расширить электросеть транспорта. Всплеска цен на продукты питания и их дефициты на рынке почти не наблюдается. Таковы результаты октябрьского мониторинга Федерации профсоюзов. В сравнении с аналогичным периодом 2019-го цены остались в пределах процента инфляции. Подорожали лишь растительное масло, гречка, рис, рыба, яблоки и цитрусовые. В основном – импортные. Транспортная инспекция Минтранса начала масштабную проверку такси во всех регионах страны. Отчитываться перевозчики будут за техосмотр, медкомиссию, режим труда и отдыха. С января этого года подчеркнули в инспекции 13 человек погибли в результате аварии с участием такси. Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма отмечается 9 ноября. Дата скорбная именно в эту ночь с 9 на 10. В 1938 начался массовый еврейский погров в Германии. Хрустальная или Ночь разбитых витрин положила начало Холокосту. Всего в мире жертвами стали 6 миллионов человек. В Белоруссии было убито и замучено свыше 800 тысяч евреев. Белорусский фильм-номинант на «Оскар» определят до 25 ноября. Отправить заявку можно по 20 число на электронную почту белорус-оскар-собака-джимейл.ком. Это должен быть полнометражный, игровой, документальный или анимационный фильм не менее 40 минут, который снят за пределами США. Английский не должен быть доминантным языком в ленте. Сама же премия «Оскара» пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе. Стали очевидцем происшествия, въетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Жизнь дороже шин с падением градусов на термометрах. Ситуация на дорогах усложнилась. Госавтоинспекторы рекомендуют менять колеса как можно быстрее. А меньше чем через месяц за отсутствие темнии резины начнут штрафовать. Анастасия Шевцова собрала топ-причин, почему переобуться стоит уже сегодня. Зима близко, а значит самое время менять резину. Такого мнения придерживаются специалисты шиномонтажной станции. Ведь среднесуточная температура уже несколько дней составляет от 5 до 7 с плюсом. Оптимально для смены шин. Летние покрышки не обладают теми свойствами, которыми они обладают, когда температура летнего и весеннего режима. Снимается колесо специалиста по съему колеса, несет их вовнутрь. Мы их там уже переобуваем, чистим, мажем, балансируем, качаем соответствующее давление в зависимости от машины. И все возвращаем на место. Собираем, поджимаем. Человек через 20 километров к нам приезжает, мы колесики пережимаем. И все. И пользуется, наслаждается временем. К слову, дальше лишь холоднее. Уже на этой неделе синоптики пророчат в стране заморозки. Лучше не ждать первого снега и очередей, и переобуться сейчас. Пока поток на шиномонтажке около 40 авто в день. С приходом зимы цифра увеличится как минимум вдвое. Почему вы решили поменять резину уже сейчас? Чтобы не было потом очередей, не дождаться. Появилась поводная минута, и уже нужно подготавливаться к автомобилю к сезону. Собираюсь на этой неделе уже, зависит от погоды, как бы будет свободное время, будем менять резину полностью, все. Я уже перешел, уже полмесяца назад, как снег пошел первый. У меня работа связана с автомобилем, я каждый день за рулем езжу, по 100-200 километров в день проезжаю. Это безопасно не только для себя, а и для других. Потому что мало езжу пока. Но на следующей неделе планировал ехать. Снег как-то в ноябре выпал, а у меня была зимняя резина. Я ехал как-то уверенно, а вот ехали 20-30 километров в час, а я ехал уверенно. Пока смена резины с лета на зиму добровольная. Но уже с 1 декабря, согласно 26 главе ПДД, все автомобили должны передвигаться по белорусским дорогам только на зимней резине. Нарушение ударит по кошельку. За невыполнение данного условия наступает административная ответственность в размере до 0,5 базовой величины. В осенне-зимний период водителям также необходимо быть осторожным, двигаясь в местах возможного появления детей, вблизи пешеходных переходов, остановочных пунктов. Также необходимо помнить о том, что подъезжая к путепроводам, мостам, предельно быть внимательными и осторожными, так как зачастую они облезневают в первую очередь. Более того, важно не только переобуть железного коня, но и перейти на зимний стиль вождения, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и следить за дорожным покрытием. На выходных вандалы разрисовали и порезали баннеры на ограде стадиона «Спартак». В апреле этого года в Бобруйске появилась выставка под открытым небом, посвященная 75-летию Великой Победы. Картины написаны четырьмя художниками. На подготовку к экспозиции у специалистов ушел месяц. Отбирали полотна, заказывали устойчивые к непогоде баннеры и подрамники. Теперь выставка вынуждена была прекратить свою работу. Среди вот этих работ, которые были воспроизведены на баннерах, замечательные работы народного художника Георгия Поплавского, замечательные работы нашего бобруйского художника Юрия Ивановича Никифорова, которые эмоционально, без слов, в общем-то рассказывают о тяготах войны и о тех страданиях, которые вынес белорусский народ. Ну вот, как видите, этот проект просуществовал под открытым небом уже полгода. К сожалению, вот так печально мы должны его завершать. За подобное деяние предусмотрен штраф до 50 базовых величин. За более серьезный ущерб может быть уголовное наказание. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Счастливо!